Ежегодный отчет губернатора на этот раз прошел по непривычному сценарию. В первую очередь изменились декорации. Огромному залу филармонии в этом году предпочли почти домашнюю обстановку регионального парламента. Свой отчет Михаил Мень начал с социальной сферы. Здесь наблюдается положительная динамика. Еще бы ведь именно соцсфера является основной статьей расходов региона. И в планах областного правительства продолжить движение в этом направлении. В текущем году нам очень важно закрепить достигнутые результаты, чтобы неуклонно продвигаться к главной цели, ради которой на самом деле мы работаем – повышение качества жизни граждан нашего региона. Здесь будет уместно сказать о масштабном проекте по этапному повышению заработной платы работников в бюджетной сфере, которая должна к 2018 году достигнуть уровня средней заработной платы по региону. А у врачей – двукратные до 50. И это наша с вами приоритетная задача. Самой ресурсоемкой отраслью в 2012 оказалось здравоохранение. Всего за год в регионе провели ремонт в 52 лечебных подразделениях. Было закуплено более 700 единиц медицинского оборудования. Здесь отличным подспорьем для Ивановской области стал федеральный бюджет. И в планах продолжить решение проблемы дефицита кадров в сельских больницах. В сфере образования также произошли приятные изменения. Все больше школ идут по пути информатизации. А в 2013 году планируют внедрять новые стандарты в среднем школьном звене. Обновлять школьные библиотеки бесплатными учебниками и завершить техническое переоснащение столовых. Но и в сфере образования и ложка дегтя. Одной из острейших социальных проблем остается нехватка мест в детских дошкольных учреждениях. Сегодня очередь дошкольных учреждений достигает у нас 10 тысяч детей. В 2013 году мы выделяем на эти цели 150 миллионов рублей, за счет которых планируется открыть 1450 новых мест для ребятишек. Есть основания рассчитывать на серьезную поддержку федерального центра. Правительство Российской Федерации тоже озаботилось этой проблемой. Мы надеемся, что поддержку регионы в этом плане получат. Отдельно губернатор остановился на вопросах экономики. Он рассказал, что несмотря на то, что доходная часть бюджета в 2012 году увеличилась почти на 10%, работа по мобилизации доходов остается в числе наиважнейших. Регион ведь должен не только тратить, но и зарабатывать. Большие надежды правительство региона возложивает на индустриальные парки, развитие которых является частью экономической стратегии региона на ближайшие годы. Начало положено. Эффекты от реализации промышленного парка в Родниках более чем серьезны. В разработке проекта в Кинишме и в Иваново. На очереди Вичевский район. Здесь планируется организовать площадку с реализацией на совместное текстильное и швейное производство. В культурной жизни региона в минувшем году также произошло много интересного. Отремонтирован Кинишемский драматический театр. В Ивановскую область вернулся архив кинорежиссера Тарковского, что, по мнению губернатора, должно способствовать привлечению туристов в город Юривец. На этот раз одним выступлением Михаила Мене отчет не ограничился. По инициативе депутатов облдума руководители каждой из фракций смогли прокомментировать отчет главы региона. Сегодняшний отчет нужно отметить, что он значительно отличается в лучшую сторону, как по форме, даже не посадят ранее, от самого первого отчета. У ребятки недавно взлывало против павослости и порадости потомного рода мероприятий. И добивались, чтобы данные отчеты проходили на разных стенах областного парламента. И чтобы данный отчет был именно перед депутатским корпусом и носил чисто деловой и конструктивный характер. А вот у коммунистов вопросы к исполнительной власти возникли. Цифру удивительная вещь. Только что оперируя ими, мы услышали в отчете об имеющем место положительной динамики развития области, росте инвестиционных привлекательностей. Попробую вздымать на эти цифры с другой стороны. Сегодня трехкратное отставание от Владимирской и Ярославской областей не сокращается, а нарастает. Правительство в отчете отмечает снижение уровня безработицы. Но при этом, и это при том, что численность занятых в области в отраслях материального производства из года в год, в том числе и в 2012 году, сокращается. Однако в целом отчетом губернатора депутаты остались довольны. Как, в общем-то, и новым форматом этого отчета. Диалог оказался намного конструктивнее монолога. Эта практика себя оправдала. Сегодня более качественно, пусть более кулуарно, не так много было народу. В любом случае, сегодня портхозактив превратился в нормальное, конструктивное обсуждение стоящих перед областью вопросов. Несмотря на положительную динамику развития региона, нерешенных вопросов еще осталось достаточно. А значит, цели для работы на 2013 год уже намечены. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иванова.